Кстати, сегодня в Тимыртау началась прокурорская проверка на ТЭЦ-2. На прошлой неделе руководство области выдвинуло Арселор Миттл Тимыртау жесткие требования достроить седьмой резервный косел до конца 2021-го. Обещанного, как известно, три года ждут, но в этом случае буквально. Именно столько времени компания обещает закончить проект. Жителям Тимыртау в 30-ти градусные морозы приходится сидеть с холодными батареями, и это, к сожалению, стало почти привычным делом. Хронология событий у моей коллеги Веры Шеллер, она на прямой связи. Вера, ты в эфире. Здравствуйте, студия. Все эти дни в Карагандинском регионе держались 30-ти градусные морозы. Именно в это время в Тимыртау без нормального отопления несколько суток сидели жители тысячи многоэтажных домов. Причиной ЧП общегородского масштаба стала авария на местной ТЭЦ-2 компании Арселор Миттл Тимыртау. Друг за другом остановились сразу три котла из шести рабочих. Температура на выходе не поднималась выше 48 градусов. Руководство города признает, что в целом ТЭЦ-2 нуждается в ремонте. Отопление плохо, но ПЕС передал нам, что будет ремонт котла. Поэтому попросили извинения и сказали подождать. Но хочу сказать, что в этом году у нас очень плохой отопление. Пятый день, все, ремонт у них. Но сейчас как бы котел у них не работает. Но до этого, я не знаю, тоже какие-то ремонтные работы были. Очень холодно. На одном из котлов появился свич. На экране, на другом котле произошел свич на потолочном пробивателе. Котлы, конечно, они уже из шести котлов, там три котла, если память не взять, они выработали свой ресурс. На сегодняшний момент, ну, в принципе, котлы находятся в таком не очень удовлетворительном состоянии. Тепло в квартиры жителей Тимиртау поступило еще в пятницу около 12 ночи после происшествия. Руководство области потребовало от Арсилор Миттл Тимиртау навести порядок в коммунальном хозяйстве. Прежде всего, это касается строительства седьмого резервного котла. Напомним, что эти обязательства промышленный гигант перед городом взял три года назад. Работы начались, но по настоящее время не завершены. Аким области потребовал от компании в этом году завершить строительство обещанного котла. Мы настаиваем на том, чтобы вы реализовали проект по седьмому котлу. Сегодняшняя ситуация показала, что дальше тянуть невозможно. Проект начат, котел заказан и максимально отработать возможность в этом году завершения этого проекта. Мы на этом настаиваем. Это номер один вопрос к Арсилор Миттл Тимиртау сегодня. Котел номер семь. Еще раз предупреждаю, будет особое внимание теперь к работе ТЦ. Арсилор Миттл Тимиртау пообещали в свою очередь во время прямой связи с руководством области разобраться в ситуации и выяснить причины. Я буду сотрудничать со всеми проверяющими органами. Необходимо выяснить причины случившегося. Мы несем ответственность и будем искать решения. Я понимаю, что в будущем не должно повториться подобного. Полностью согласен, что нам надо работать лучше. А у нас лежит ответственность перед жителями города. Проверкой займется и специально созданная комиссия. В ее состав вошли прокуроры, специалисты по энергонадзору и промышленной безопасности. Проверка на предприятии началась уже сегодня. Это вся информация к этому часу. Передаю слово студии. Спасибо большое, Вера. Кстати, да, цепочка технологических проблем АМТ уходит далеко в прошлое. Об этом поговорим чуть позже с гостями студии, в том числе с журналистом Олегом Гусевым, фрагмент беседы с которым я привела выше. А пока предлагаю посмотреть, сколько аварий было на предприятии в разрезе 5 лет. Итак, согласно подсчетам наших коллег с N-Business KZ, с 2016 по 2021 годы на предприятии официально зарегистрировано 25 аварий. Теперь разбивка по годам. Итак, в 2016 две аварии, в 2017 столько же, в 2018 12, годом позже 6, в 2020 одна и вот в 2021 две. Вот такие какие-то незначительные цифры. Соответствуют ли они действительности с учетом того, что нам поведал бывший металлург, имеющий свой инсайдерский пласт на предприятии? Ну, не знаю, разберемся и у него же спросим. А сейчас вопрос для вас, уважаемые телезрители. Как правительству нужно выстраивать работу с иностранными инвесторами? Мы по обыкновению разместили опрос в Телеграм. Для того, чтобы проголосовать и оставить комментарий, вам необходимо прямо сейчас навести телефонный экран, просканировать QR-код, который вы видите. И это вас автоматически перекинет к нам на платформу. Итак, у нас 4 варианта ответа и 55% за 4-й вариант. Они считают, что интересы страны и народа надо ставить превыше интересов инвесторов. И проголосовало, кстати, уже почти 500 человек. Очень много комментариев. И один из них от Валихана, который пишет, что не все стороны осветили. Я полагаю, что это камень в наш огород. Вы имеете в виду, что мало вариантов ответа. Я повторяю, не первый раз мы не ограничиваем вас какими-то определенными вариантами ответа. Вы можете писать свои варианты в комментариях. Я повторюсь, для этого вам необходимо прямо сейчас навести телефонный экран и просканировать QR-код. Это вас автоматически перекинет к нам на платформу. Что ж, я продолжу. Сейчас к нам присоединяются гости студии. На связи по скайпу юрист Сергей Уткин и бывший металлург. Действующий журналист Олег Гусев. Здравствуйте, уважаемые гости. Как слышимость? Мне слышно нормально. Я вас тоже отлично слышу. Что ж, начнем с Олега. Олег, вот скажите, как вы восприняли новость о проверке АМТ? Чего стоит ожидать? Будут ли в этот раз реальные результаты? Или в очередной раз услышим, что, ну да, инвестор все исправит, а справедливости ради просто выпишут штраф? Как думаете? Олег? Есть хорошая поговорка у нас, да, которая сводится, что в плохом доме гость хозяин. В отношении Республики Казахстан, национальные корпорации Арсилур Митл, они как раз вот ярко, так сказать, характеризуются вот этой самой нашей национальной поговоркой. Я хочу напомнить, что еще в 2016 году, значит, с марта 2016 года, была комплексная проверка Департамента промышленной безопасности Карагандинской области, и по результатам этой проверки индустрии, вот в лице благородного департамента, начали судиться с Арсилуром Митл, А вот там, ну, такой, вскрыли нарушение, что комбинат можно было останавливать целый временный от Доменова и кончая прокатными цехами. Все это, значит, красиво к сентябрю месяцу закончилось, значит, составили там, значит, план-график, если я не ошибаюсь, до трех лет, да, об исправлении, ну, вот этих всех нарушений. И все это умерло, скажем так. Не проверял, а на сейчас у нас на данный момент ситуация еще хуже. Так что я не совсем, ну, с контактом, я правительству не верю, что оно будет в состоянии что-либо сделать, но в данном случае у нас нормальный Акимобласти, который сам работал в правительстве и увидел в реале, что у нас творится, я думаю, что для него это будет делом чести, для того, чтобы довести до логического завершения. Либо мы сейчас сможем развернуть ситуацию в нашу пользу, то есть в пользу Республики Казахстан и ее граждан, или мы так и останемся колонией транснациональной корпорации Арселур Митов. Развернуть в свою пользу. Вот здесь, если у нас время ограничено, поэтому тезисно можно, как можно развернуть в свою пользу? Мы никогда не наказываем Арселур. Ну то есть вы считаете, что эти штрафы совершенно не приносят никакой пользы? Это всего лишь какой-то пшик по сравнению с их реальными доходами? Ну давайте так. В конце 2019 года Департамент экологии Карагандинской области выписал предписание на трехмиллиардный штраф. 1,2 миллиарда. Ну Арселур, естественно, подал в суд, он же не будет платить эти деньги. Если он будет это дело платить. Вот, значит, миллиарды все-таки по суду довели, значит, они выплатят. Сейчас 1,8 миллиарда еще ссутся до сих пор. А уже, извините, пошел в какой-то... И это будет постоянно продолжаться. На каждое решение государственного органа будут судебные иски. Понятно. То есть вы считаете, что штрафы не работают и нужно как-то менять ситуацию. Как ее менять, мы сейчас, надеюсь, успеем поговорить детально. Вот тем временем в Минэкологии грозятся отозвать у предприятия лицензию на недропользование, если последние не снизят выбросы на 30% в ближайшие 4 года. Пользователи сети, судя по комментариям, предполагают, что если градообразующие предприятия закроют, Симиртау превратится в город-призрак. Также пишут, что и вовсе ничего не закроют. В общем, давайте посмотрим мнение в интернете. Я прошу графику. Если закроют, то этот город тоже превратится в город-призрак. Но воздух там, конечно, никакой. Я была на этом предприятии много лет назад, в командировке. Воздух тогда был ужасный. Сейчас, наверное, еще хуже. Да кто его закроет? Я сам из Симиртау. Закрыть завод равно убить город. Зачем говорить «могут закрыть»? Не закроют. Народ за идиотов не держите. Показуха. Посмотрим. Если завод закроют, то город умрет. Вы угораете, да? Кто его закроет в этом заводе, весь Симиртау работает. Ну, кроме предпринимателей. Если завод закроют, городу настанет конец. Вот такие мнения в интернете. Олег, вы разделяете опасения земляков насчет экономической стагнации региона, если АМТ лишат лицензии на недропользование. И вот, кстати, почему вы так не любите, когда говорят, что МИТОЛ дает казахстанцам рабочие места? И называете это не иначе, как нещадной эксплуатацией. Вот и как в данном случае, на ваш взгляд, можно действовать, должно действовать в правительство? МИТОЛ не дает нам рабочие места. МИТОЛ эксплуатировать. МИТОЛ Казахстан. И дешевую. Вот здесь мы не будем говорить, что вот он пришел. Мы говорим, что МИТОЛ дает нам работу. Мы знаем, что мы туземцы, аборигены, которые пришел и дал им кусок хлеба и возможность зарабатывать. Ничего подобного. Он пришел к нам. Да, в тяжелое время пришел. Нет вопросов. Да, принес какие-то деньги. Но потом он комбинат взял очищенным от долгов и начал его закладывать, брать новые кредиты. И на эти деньги уже предприятие в Восточной Европе. МИТОЛ стал МИТОЛ, только как он купил кормет. Вот это надо понять. И, естественно, правительство у нас что делает? В 2019 году было три депутатских запроса из Можилиса о состоянии. И что отвечало правительство? Что правительство РК держит на контроле вопросы работы Арселор Миттал Тимиртау. А у нас как сыпалось все, так и сыпется. Вы имеете в виду, что деньги в модернизацию не вкладываются? Абсолютно. Они вот все кричат, мы 5 миллиардов вложили с момента покупки с 1995 года. Но извините меня, вы за 25 лет подняли 5 миллиардов долларов чистой прибыли. Уж извините, 2-3 миллиарда вы сейчас можете вложить в модернизацию, в реконструкцию. Но он этого делать не будет. Потому что комбинат уедет. И модернизировать он не будет. Ну, комбинат умирает. Ну, посмотрите, как работают транснациональные корпорации в странах третьего мира. Высасывают шоки. Олег, к сожалению, какие-то неполадки со связью именно в такой ответственный момент. Олег, что-то со связью. Имейте, пожалуйста, в виду. Некоторые вещи придется дублировать, да. Вот в Алжире был комбинат, вот в Алжире был Арселор Миттанаба назывался, он был двухмиллионник. Вот Миттл его добил и подарил правительству, но комбинат уже выпускал всего 200 тысяч в год. Всего лишь двух миллионов. Он высосался за сутью. И нас такая же судьба ждет, если мы его не возьмем за крестикулы. А правительство у нас, извините, само еще в этом плане слабо. И не может. Значит, у нас сейчас, ну, конкретно стоят интересы региона. Мы или взорвем, да, регион тем, что он угробит комбинат. Или мы начинаем делать то, что положено. Ну, вот сейчас я давала, конечно, комментарии, которые говорят больше об экономической ситуации региона, если вдруг АМТ, ну, действительно закроют, да. Но это не считая тех комментариев, в которых постоянно говорится об экологии, о том, что люди боятся за свое здоровье, здоровье своих близких. Поэтому это еще одна грань вопроса. Сейчас я к Сергею хотела бы обратиться. Сергей, вот вы наверняка знаете, да, что Олег, наш спикер, ваш коллега сегодня по беседе, ведет свои расследования в этом вопросе не первый год. Ваша оценка происходящего, надо менять вообще что-то в нашем законодательстве? Или правительство сейчас уже имеет рычаги для регулирования ситуации, но не использует их? Нет, на мой взгляд, законодательством, естественно, все урегулировано. Вообще, вот, мне немножечко не совсем понятно, вот это вот какая-то бесконечная борьба, там за тестикулы что-то там брать, комбинат, да, там нужно с ними в схватку какую-то входить. Есть обычная, вот, как бы любой бизнесмен, любой инвестор, пусть это градообразующее предприятие, там, может быть, для кого-то нелюбимое, но оно должно работать, ну, в рамках вот действующего законодательства, то есть что оно должно государству? Оно должно платить налоги, оно должно соблюдать природоохранное, естественно, законодательство, законодательство, ну, а государство должно следить за соблюдением этих законов. Ну, так соблюдают ли, соблюдают ли с вашей точки зрения? Не, ну, я не могу сейчас там подробно вам сказать, что там они соблюдают, что нет, да, но, я так понимаю, речь идет о природоохранном законодательстве, да, что-то там не соблюдается. Ну, вот, вполне абсолютно нормально, значит, эти службы, которые проверяют их, должны выписывать все эти штрафы, протоколы и так далее. Вот только по новостям у вас, да, вот буквально там 10 минут слышал по ТШО, да, там больше 2 миллиардов какой-то штраф, и Верховный суд отказал, да, им в апелляции, то есть, значит, реально будут взыскивать, ну, наверное, так же надо достаточно жестко подходить и к Арсилору Митталу, ну, как бы ситуация понятная. Но если она не такая, значит, там где-то, ну, коррупция поселилась. Ну, вот смотрите, Олег, не первый год, я прошу Олега тоже вывести с нами в окна, уверяя то, что штрафы-то не работают, он же сколько уже отслеживает эту тему. Олег, что скажете вот на слова Сергея о том, что не нужно брать АМТ за грудки и заставлять их, я не знаю, платить штрафы? Я надеюсь, я не... С уважением отношусь, вот, ко всем так сказать, это всегда... Ну, так у нас же есть законы, что вы говорите? Мы тоже кричим о том, что у нас есть законы, и у нас есть правительство, которое должно строго следить. Так не следит правительство, не следит ни в отношении промышленной безопасности, ни в отношении экологии, ни в отношении охраны труда, этого нет. То есть, как бы у нас есть все государственные органы, но если кто-то вдруг рыпнется из них без команды сверху, ничего хорошего для них не будет. И поэтому вот сейчас, так, пик дал команду, раз, и прокурор пошла с проверкой. А то она не видела у нас, да, ну, что творится. И промышленная безопасность у нас тоже ничего не видела, что там творится. Никому ничего не надо, вот мы о чем говорим. И когда я говорю, что взять за грудки, это не в смысле, чтобы народ вышел и взял за грудки. Я вам не зря сказал, что три было депутатских запросов, да, от мажористменов, на что правительство их просто послало нафиг, и сказало, там все исполняется, мы все держим на контроле. Мы об этом-то и кричим. Ребята, вы там сидите, пожалуйста, отслеживайте. Вот, ну, работает. То есть, насколько я поняла, Сергей имел в виду, что законодательно у нас все предусмотрено, рычаги воздействия имеются, но вы, Олег, говорите о том, что именно регулирование просаживается, именно этот процесс. Хорошо, Олег, вот вы называете аварию на ТЭЦ-2 в Темиртау диверсией. Насколько я понимаю, по вашему мнению, корпорация, которой государство идет навстречу, ну, взять хотя бы налоговые льготы, экономит на модернизации эксплуатируемых объектов. В этом причина? Да. Ректор, что он будет, значит, вкладывать, нет, он будет 2,5 миллиарда долларов в течение пяти лет. Но при детальном рассмотрении, оказывается, что это затраты комбината на, значит, затраты компании на содержание комбината. То есть это текущие расходы на текущие ремонты, на покупку, там, олова, цинка, там, ну, расходных материалов. Это инвестиции. Если вы меняете замок в сапогах, инвестируете в сапоги, это деньги на ремонт. И это длится уже на протяжении многих лет. То есть, вот я читала ваши статии, именно это вы называете обманом. И давайте для того, чтобы телезрителю было понятно, вот недавно глава Мининдустрии Бейвут Атамкулов заслушал планы Арселор Миттл Тиммертау на 2021 год. И так, вот судя по этому отчету, на модернизацию предприятия до 2030 года намерены потратить 500 миллионов долларов. Вот скажите, Олег, получается, что когда господин Наир говорил об этих 500 миллионах долларов, он имел в виду производственные расходы, не инвестиции. И насколько я понимаю, я искала информацию. Позвольте уточнить. Я искала информацию, и там, по-моему, Наир не дал разбивку по проектам. Поэтому мы сейчас, исходя из чего утверждаем, то что это вот эти вот штатные расходы, грубо говоря, за свет заплатили, рабочим заплатили, ничего не модернизировали. Ну вот смотрите, во-первых, это реально текущие расходы, во-вторых, еще в 2018 году МИИР меня также послал, когда я в запросе сказал, пожалуйста, нам металл модернизировал. Ведь элементарно, смотрите, для того, чтобы провести модернизацию прокатного стана, ствол в шахте построить, нужно принять решение, во-первых, согласовать его с Люксибургом, проектно-сметную документацию сделать, заказать оборудование от принятия решения до начатки до 2 лет. И если Наир говорит о том, что 21-го 5-й будет инвестировать на половину миллиарда, то тогда у него уже должны быть конкретные проекты, уже конкретные договора с поставщиками и так далее. Вот тот же котел, который, седьмой котел ставит на ТЭЦ, ну его же на базаре не купишь, заказываешь на Подольском заводе, дело только изготавливается. И это любое большое оборудование для модернизации. Поэтому, значит, когда он рассказывает, что он будет инвестировать, то министр будет задать простой вопрос, а ну-ка покажите мне договора, что вы будете привозить, что конкретно вы будете модернизировать. Но ничего же модернизировать не будет, чтобы прокатный стан новый поставить, надо до 200 миллионов долларов, это самое, до года его изготовления, и там перестройку в цех масштабную. То есть, это все, это был рассказ, и я рассказывал, на стальной департамент, на комбинат нужно 200 миллионов, на угольные шахты 200 миллионов в год, и 100 миллионов на рудный департамент. То есть, получается, что вот эти самые 500 миллионов долларов в год, он о текущих расходах, они сейчас даже не знают, условно говоря, они покупают и ее записывают инвестиции. Старый пример, уже два года я его провожу, что «Сильник Памир» с 1972 года выпуска стоит в основных средствах и стоит 800 тысяч тенге. Нет инвестиций, как там нет. Олег, вы же запрос, даже, вы же журналистский запрос делали, да, в МИИР по поводу именно разбивки финансов по проектам, именно инвестиционным, и что вам там ответили? А господин Скляр, когда он был на тот момент вице-министром, сказал, что этот вопрос это служебная информация, то есть запрос от того, что будете ствол на шахте строить, вы будете оценковать, оставить или что, на самом деле служебная информация и разглашение она весела. Ну, то есть у МИИРа не было того, что они что-то будут модернизировать. В 2018 году было и в 2021 то же самое. Ну, кстати, об инвестициях, инвесторах. Сергей, поговорим об этом. Насколько я поняла, по вашему мнению, транснациональные компании, любые, мы сейчас не только АМТ имеем в виду, не обязаны облагораживать инфраструктуру города, вкладываться, я там, не знаю, в развитие региона, потому что и без того они платят налоги. Вот здесь мне хочется провести параллель с деятельностью этого гиганта, я имею в виду АМТ, на Украине. Так, работая в Кривом Роге, АМТ согласились сократить выбросы в атмосферу до 55%. У нас, я напомню, это 30% в течение 4 лет. Плюс ко всему, Арселор согласился вложиться в соцразвитие Кривого Рога. Это и дороги, и ремонт стадиона и так далее. В общем, вы считаете, если аналогично я обяжу делать АМТ у нас, это давление на бизнес, и мы этого делать не должны? Если делать все правильно, то да, не должны. Почему? Потому что все это вне рамок законодательства происходит. Вот, понимаете, какие-то договоренности у предприятия с государством, а договоренностей никаких не должно быть. Есть закон, они по закону должны, вот еще раз, соблюдать, допустим, нормы природоохранного законодательства, соблюдать нормы по охране труда, вот о чем сейчас много там что-то говорилось, и платить налоги. Ну, вот, допустим, главное. Все, они, если это делают, какие к ним претензии? А если, как бы, происходит такое, что государство говорит, а вот вы же такие жирные, там, большие, да, городообразующие, у вас денег, курни клюют, ну-ка, давайте-ка нам там стадион построить, дорогу построить, это сделайте, это сделайте, ну, вот как это все воспринимать, да, то есть, как бы, вообще-то, это должен, там, Акимат делать, или там, республиканская власть, да, должны строить, облагораживать, о людях заботиться, а бизнес должен только им деньги на это давать, в бюджет. Если же бизнес напрямую начинает что-то строить, а где тогда деньги из бюджета, куда идут? Может, они там развороваются, а потом чиновники прикрываются вот этими вот постройками напрямую, которые бизнесмены сделали? То есть, вот понимаете, это неправильно, вот то, что это происходит. И часто у нас ведь как, знаете, как даже у нас, прямо письма приходят, да, вот там мы, ну, наверное, не про такое крупное предприятие, которое там помельче, они все часто получают из Акиматов какие-то письма, ну, вплоть до того, что там, я не знаю, к Новому году, давайте там вот денег дайте, чтобы там облагородить все, да, украсить и прочее, и прочее. Вот этого быть не должно. Это, в принципе, как вот какие-то коррупционные отношения, по сути. Вот мне когда-то приходилось там по Джару вести курсы целый год, и вот Government Relations, это, в принципе, взаимоотношения, да, бизнеса с госорганами. И у нас часто эти взаимоотношения строятся, ну, прямо на коррупции, на взятках. И вот мне приходилось учить бизнесменов и говорить, нельзя там, да, строить на взятках, а как можно? А вот это можно. В принципе, законодательство вот это не запрещает. То есть для того, чтобы наладить нормальные отношения с Акиматом, с конкретным там чиновником или еще с кем-то, сделайте для него что-то, вложите деньги, вот, например, постройте что-то в городе, и вы как бы чиновнику плюсики сделаете. Да, а это все не запрещено, но, вот, по идее, сейчас развитые страны уже приходят к тому, что даже это начинают называть коррупцией. Потому что чиновник получает личные выгоды от этого. Как будто бы он такой крутой заставил вот этого вот бизнесмена сделать вот такие-то вложения. Но это неправильно. Ну, а если это сделать прозрачным, почему нет? Мне кажется, сейчас Тимур Таусы, конечно, понимают, что все, что вы говорите, это по букве закона, тем не менее, они немного расстроились. Олег, меня предупреждают и вынуждают заканчивать наше интервью. Тем не менее, хотелось бы вам задать вопрос и хотелось бы попросить вас лаконично ответить. Вы согласны с тем, что на бизнес давить нельзя и требовать от него какого-то участия в инфраструктурном развитии местности? Откуда они берут недры, где, я не знаю, могут происходить опасные для жизни аварии? Коротко, да, нет, вы согласны? Согласен. Саш партнерами, по дискурсии, я приглашаю в город Тимир Тау, ну, дня три мы здесь оплатим и проживание, и экскурсию устроим, а потом, ну, можно поговорить о его мнении. То есть вы таким образом выражаете несогласие, я правильно понимаю? И считаете, что АМТ должны... Ну, почему на него, значит, потихоньку давят? Везде нарушает наше казахстанское законодательство, значит, правительство не следит за том, чтобы оно, Миттл нарушает с удовольствием, со спокойной совестью, а потом ему там, ну, Агашка какой-нибудь звонит, говорит, слушай, ты же там еще, давай немножко тут, ну, чуть-чуть сделай, и он делает, да, да, тут 10 миллионов на какую-то социалочку чуть-чуть, и все. Спасибо большое, уважаемые гости, я продолжу. Спасибо.